Миллионный привет! Вы на канале мужики у плиты. Друзья, сегодня в меню наггетсы. И готовить мы с вами будем это блюдо из куриного филе. Мы не будем читать рецепты всем известных ресторанов, а будем готовить наши домашние вкуснейшие наггетсы. И для начала я беру куриное филе. Здесь у меня 4 грудки. Я буду их резать, ну мы любим их соломкой, поэтому нарезать грудки я буду вот такой вот длинной, вот такой соломкой. И замариную их в своем любимом курином маринаде. Состоит он из красного перца, соевого соуса и чеснока. Вообщем, в принципе, наггетсы – это блюдо американской кухни. Появилось оно в середине прошлого века. И представляет собой кусочки куриного филе, жареного на растительном масле в панировке, в хрустящей панировке. А панировку мы с вами, кстати, сделаем из лаваша. Вот у меня стоит старый лаваш, он немножко черствеет уже. И отлично подойдет на панировку. Итак, куриное филе еще раз, да, я зачищаю. Вот, смотрите, если оно такое большое и длинное, можете подвинуться поближе и посмотреть. Вернее, небольшое, длинное, широкое. Поприжимаете его рукой и ножом делаете его более плоским. Ну и дальше уже на всем знакомые нам полосочки. Вот таким образом нарезаем все наше куриное филе. Итак, друзья, я нарезал куриное филе. Для его маринада мне понадобится соевый соус, здесь у меня порядка 50 мл, на, наверное, 700 г куриного филе. Столовая ось, чайная ложка красного перца и чайная ложка сушеного чеснока. Если меня чуть больше, я немножко оставлю для панировки. Все дело засыпаем, хорошенечко перемешиваем и в сторонку, ну, хотя бы минут на 10-15, чтобы это промайновалось. Ну, на самом деле, для маринада можете использовать все, что угодно. Ваш любимый спец. Может быть, просто чеснок с солью и перцем. Это может быть хмедисуны или прованские травы. Такой вкус вы хотите в конечных наггетах, такой и добавляете. Но вот этот маринад на основе соевого соуса, чеснока и паприки является моим самым любимым для приготовления курицы, как на цезарь, так и для наггетов. Так, это в сторону. И сухари. Сухари мы с вами будем готовить следующим образом. Я их разделю на мелкие части. Видите, хлеб, он хоть и уже черствый, но не совсем сухой, а сухарей не пойдет. Поэтому я делю его на мелкие кусочки, разрываю произвольно руками и поставлю в микроволновку минутки на 3-4 на максимальную мощность. Он за это время отдаст всю влагу и подсохнет. Будет идеальным для перемалывания. Ну и почему сухари я готовлю сам? Ну, просто потому что хлеб остался. Здесь ничего зазорного пойти в магазин и купить уже готовые панировочные сухари. Они сейчас подаются весьма достойные. Особенно в больших гипермаркетах, которые занимаются продажей свежего и свеченного своего хлеба. Зачастую продукцию остается. И они поступают примерно тем же самым образом, как поступаю я. Собирают остатки, подсушивают их и перемалывают. 4-5 минут в микроволновке и будем перемалывать. Друзья, сухари уже в сухари. Лаваш огня превратился в сухари. Отправляем его в блендер. Не будьте осторожны, доставая тарелку из микроволновки, я оброг себе пальцы. Смотрите, с сухарями немаловажный момент, когда мы готовим их сами. Мы можем сделать их такими, какие нравятся нам. Я добавляю буквально пол чайной ложки куркумы. Она здесь в принципе нужна в основном для цвета. Добавляю немного чеснока. Сушил наружу. Капельку. Молотого перца. Черного, свежего молотого. И начинаю все это делать измельчать. Сухари готовы. Сковородка. Довольно приличное количество растительного масла. Наливаем, чтобы открывало дно. Ну, наверное, миллиметр на 3-5. И ставим нагреваться на средний огонь. Даже, может быть, чуточку выше среднего. Так. Дальше мы с вами приступаем к приготовлению самих наггетсов. Берем с вами 2 столовые ложки муки. А нам с вами понадобятся для обваливания наших будущих наггетсов. Чтобы они сохранили сочность. Два куриных яйца. И сухари, которые мы с вами только что приготовили. Я буду с такими малыми частями. Ну, смотрите. Фракции совершенно разные. Есть крупные, есть мелкие, есть средние. Здесь не нужна обмена. Ничего. Просто яйца перемешиваем. Взбиваю вилкой. Разбиваю с золотом. Обваливаем куриное филе в муке. Сразу несколько штук. Вот так. Можно сразу все сделать. Но я делаю частями. Вот сколько влезает в сковородку. Столько я и обваливаю сначала в муке. Мука нужна здесь для того, чтобы сохранить сочность самой курочки. Она будет как бы ее запечатывать. Мука. Ну, а дальше отсюда. Дальше отсюда яйцо. Со всех сторон. И панировочные сухари вдавливаем. Максимально, чтобы курица взяла как можно больше этих сухарей. И текстура получилась более хрустящая. И все по аналогии. Яйцо и сухари. Ну, а дальше скоротко нагрелась. И мы на сковородочку. Вот первая часть наггетцев готова. Само куриное филе внутри оно еще немножко сыровато. Но, корочка хрустящая уже получилась. Поэтому доводить будем наггетцы с вами в духовке. Минуточек 7-10. И температура 180 градусов. До готовности самой курочки. А курочка готовится, вы знаете, быстро. Мало масла. Подлейте еще капельку. И жарьте вторую пару еще наггетцев. Ну, я подозреваю, что курицы я забирал много. Сухарей мне не хватит. Поэтому завтра с моих домашних на завтра будет шикарная домашняя шарерма. Так как готовим шарерму, свинка будет здесь. Итак, я предварительно обжарил наггетцы. Напоминаю, что вы можете жарить до готовности на сковороде. Но я, когда было меньше масла, даю им просто колер. И отправляю в духовку минут на 7-10 до готовности. Ну и, кстати, если у вас есть ваши любимые рецепты наггетцев, пишите в комментариях внизу. Так, духовочка уже горячая. Осталось совсем немножко для того, чтобы смотреть вкуснейших наггетцев. Друзья, получилось 10 минут. Наггетсы готовы. Основной показатель для того, что они готовы, это потому, что сверху появилась вот такая белая пена. Смотрите, какие они классные. О, хрустящие. Давайте я их буду с томатным соусом. Ну, еще раз. Форма, нарезки хотите круглышками, квадратиками, треугольниками. Я думаю, что вы слышали, какие они хрустящие получились. Представляете, какие они внутри. Мясо сочное, рассыпчатое и очень-очень-очень-очень вкусное. Друзья, вот такой простой, быстрый и вкусный ужин у меня получился. Я наделал к наггетсам миску вкуснейшего греческого салата. Ну, а вы готовьте с нами. Готовьте лучше нас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok